Века бессмертного кусти 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 Песня. 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 Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Немножу из беседы святителя Иоанна Златоустова. Часто у вас желания бывают, а я желаю этого что-то. Другой, я этого желаю. Другой поздравляет и говорит, поздравляйте и желаю, чтобы все твои желания исполнились. Какие могут быть желания? И вот святитель говорит, как нам отказаться от своих желаний? А этому здесь можно научиться. Каким же образом? Слушай, что говорит он. Не скрывай тебе сокровища на земле, где червь и боль истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Видишь ли, как он указанием на место и истребителей отклоняет от этой земной страсти и устремляет тебя к небу, где ничто не истребляется. То есть, вот какие должны быть наши желания к чего? Только одно. Как достичь Царства Небесного? И часто это у нас желания какие? Вот приходят к святыне. Великие святыни привозят. Пояс Богородицы, там, главу, руку, какую десницу. Желания все идут люди какие? Исследовать или даже исследуют. Такая книга есть, выпущена. Житие преподобной Матроны Московской. Хорошая, на толстой бумаге. И я был в гостях у друга и почитал ее. И там она интересна, как сделана. Каждая страница разбита вот так. Здесь, значит, одна половина страницы идет в житие, а другая страница идет в какие просьбы, кто люди высказывали, приходя с молитвой к мощам преподобной Матроны. И вот я почти всю ее представил. Книга довольно так потолще этой будет. И не только здесь. Когда был пояс Богородицы, там исследовали и говорили, с какими нуждами люди приходили, что просили у Пресвятой Богородицы. Просили все одного. В этом, я считаю, в книге больше просят чего. У меня нет, я вышел замуж, нет детей. Прябно Матрона, помоги, чтобы у меня был ребенок. Другая, значит, я полюбила такого-то, а его там другая. Помоги, чтобы он вернулся ко мне. Мы жили там с мужем столько лет, 20 лет прожили, и вот там какая-то молодая его охмурила. Помоги, чтобы он вернулся ко мне. Я работал на работе, меня сократили. Работай деньги, но помоги, чтобы найти работу, хорошую работу, конечно. С квартирой. Ну, то есть, все просьбы, житейские такие. А чтобы было такие просьбы о духовном, чтобы у меня ослабела вера, помолись о Господу, чтобы Господь даровал мне твердую веру, чтобы любовь к тебе, к Господу и к ближнему своему. И все книги я нашел только одно или две записки. А до другой среди все это записки. А какие записки? Люди приходят и записки ложат к мощам. Потому что все записки помянуть невозможно. Там очередь в день проходит, может быть, несколько тысяч людей. Это минимум проходит. Поэтому священники помянуть немало. Все записки кладут, и они уже преподобная сама там поминают. Да. Может, некоторые поминаются там это. Вот. То есть, желания какие у людей? У нас какие желания больше? Ну, вот мы сегодня желание высказали на молитве, что здравие болящим нашим здравие дать. Душевное и телесное здравие. Путешествующих. Чтобы Господь сохранил в пути от всех опасностей. Вот. Ну, просим-то мы же здесь, ну, скажем, ну, не небесно уже. Тоже такого, чтобы хорошо мне было доехать. Чтобы хорошая пьяница рядом бы не сидела со мной рядом, значит, там курящая пьяница. Чтобы хорошо доехать до дома. И вот он говорит, святитель. Если, как бы так, говорит он, будете собирать богатство там, где ни моль, ни ржа не истребляет, где воры не подкапывает и не крадут, то и болезнь эту отразите, и душе доставите величайшее богатство. Сказав это, он представляет и пример для вразумления тебя. И как врач, устрашая больного, говорит, такой-то, напившись холодной воды, погубил себя. Так и он приводит богатого, который, будучи болен и желая жизни и здоровья, не мог получить этого по страсти к любостяжанию, но отошел ни с чем. Затем другой евангелист указывает еще на другого богача, горячего в пламени и не имеющего даже и капли воды. Это притча Лазаря и богача. Потом, показав, что эти заповеди леки, Христос сказал, посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, а все питаются. Это очень хорошо можно увидеть у нас в Потеряевке. У Барабаша на сладе питаются там десятки тысяч воробьев. И все там они питаются, едят там и гречка, и овес, и ячмень, и пшеница, они всего там. Все у них очень сбалансировано питание. И они не сеют, не жнут все это. Но, будучи нисходителем, он не дозволяет и богатым отчаиваться. Невозможно человеком, говорит он, возможно Богу. Потому что сказал, а кто же, Господи, может спастись, если богатому трудно войти в Царство Небесное? Невозможно человеком, Богу возможно. Проси, чтобы Господь не лишил этой милости тебя. Хотя и богат ты, но все еще может исцелить тебя этот врач. Впрочем, он не запрещает обогащаться, но не велит быть рабом денег и предаваться любостяжанию. Как же можно спастись богатому? Все стяжание свое делая общим для нуждающихся, как поступал Иов, изгоняя из души пристрастие к большему и ни в каком случае не приступая к пределам необходимого. Мы как-то еще были сделаны вступление в советское время. Есть в Москве Донское кладбище, Донской монастырь. И там памятники еще сделаны те, и некоторые памятники просто собрали там и поставили, как хорошее искусство, изваяние искусство. И один памятник такой старец, такой, видно, что изможденный уже годами. Мы спрашиваем, а кто это? Это, говорит, был знаменитый фабрикант. У него несколько фабрик там было, очень богатый был человек. Ах, что ж памятник? А это, говорит, памятник, когда он умер, то ему рабочие. Собрали на свои средства и сделали этому фабриканту памятник. Потому что он, говорит, сделал столько, сколько никто не мог для них сделать. Он построил там бесплатные для них лечебницы, дом для престарелых, как сегодня там было. Это все он содержал на свои средства, школы для детей, для своих, для рабочих. Ну и прочее, и прочее благодеяние делал для рабочих. И рабочие сделали для своего этого фабриканта, как у нас говорят там, эксплуататора, памятник. Собрали на свои средства, своих оторвали что-то. И памятник очень искусство сделанное был. И поэтому его даже сохранили в советское время, памятник сохранили. Поэтому видите как, что может быть богатым и быть непривязанным, добродетелем. Он умел как распорядиться этим своим богатством. Что и после его смерти люди его поминают. И сегодня прошло уже столетие больше. А еще и так эскурсовод так и говорит о нем. Вот это все рассказывает, что он какой он был, этот фабрикант. Как его любили рабочие все. Он вникал в каждую нужду каждого своего работника. Как же можно спастить богатого, все стяжание свое делая в общем для дуждающихся, как поступал и его, изгоняя из души пристрастие к большему и ни в каком случае не приступая к пределам необходимого. После того представляет тебе и мытаря, который несмотря на то, что был одержим сильную горячко любостяжание, скоро избавился от этого недуга, как Закхея приводит. Богатый был. Но когда коснулось его сердце, он увидел того, о котором слышал. И здесь сам увидел его. И Господи, я полымение отдам нищим. Кого чем обидел, воздам вчетверо. «Кто корыстолюбивее мытаря, но и он сделался человеком нелюбостяжательным, повинуясь предписанием врача». То есть врача с большой буквы. Спасителя. Таковы были у него ученики, которые, будучи одержимы такими же, как и мы, болезнями, скоро выздоравливали. И каждого из них он нам представляет в пример, чтобы мы не приходили в отчаяние. Посмотри на этого мытаря. Обрати еще внимание на другого начальника мытарей. Он обещал царазать в четверо боли против всего насильственно им приобретенного имения. И половину из своего собственного, чтобы принять Иисуса. То есть смотри, он говорит на нам от фея мытаря, а это уже от Закхея. «Но ты слишком распален страстью к деньгам, считай, принадлежащее всем, как бы ни за свое, больше, нежели ты ищешь, говорит он, даю тебе, отворяя для тебя домы богатых по вселенной, по вселенной, кто оставит отца или мать, или землю, или дом, то получит в восто крат более». Таким образом, не только получишь весьма много, но и совершенно утолишь эту сильную жажду и будешь переносить все легко, не только не заботясь об излишнем, но часто отказываясь себе в необходимом. Так Павел Алкал и был доволен этим, более нежели когда ел. И подвижник, получив венец за свои подвиги, не решится предаться бездействию и праздности, равно как и купец, получивший прибыль от торговли на море, не захочет уже оставаться в бездействии. Так и мы, если вкусим должным образом от духовных плодов, будем почитать уже за ничто все настоящее, увлекаясь как бы некоторым сладким упоением желанием будущего. Итак, братья, вкусим, чтобы освободиться от суеты настоящих благ и достигнуть будущих благодатью и человеколюбия в Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава дыни пришла и во веки веков. Аминь. Аминь. Причастники мы благодарим Господу за принятие святых сайтов. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что не оттрин век меня грешника, но достоил меня приоткиться святым Твоих. Благодарю Тебя, что меня, недостойного причаститься, причистых Твоих и небесных даров, не удостоил. Но, Владыка, человека любец ради нас, умершие, воскресшие, даровавшие нам эти страшные и желтарящие Твои таинства, во благодеянии освящения душ и тел наших, сделай, чтобы они были в небо исцелении души и тела, во отражении всякого врага, в просвещении очей сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнение мудростью, в соблюдении заповедей Твоих, в умножение Божественной Твоей благодати и Твоего Царства приобретения, чтобы, сохраняя мы ими в освящении Твоем, я всегда помнил, милость Твою жил уже не для себя, но для Тебя, нашего, Владыки и Благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни, в надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение, невзирающих на несказанную красоту лица Твоего. И вот истинная цель стремлений и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христа, Бога нашего, и Тебя воспевают все творения в веки вечные. Аминь. Владыка Христи Божия, Царевиков и Создателей всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, за причащение причистых и желтворящих Таинств Твоих. Молю же Тебя, благое человека любивый, сохрани меня под покровом Твоим, и в тени крыльев Твоих, и даруй мне с чистой совестью, до последнего моего вздоха достойно причащаться святые Твоих, в прощении грехов и в жизнь вечную. Ибо Ты хлеб в жизни, источник освящения, податель благ, и Тебе слава воссылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Давший в пищу мне плоть Твою добровольно, Ты огонь сожигающий недостойных. Не сожги же на меня, Создатель мой, пройди лучше в члены тела моего, во все составы его внутренности в сердце, и сожги терния всех моих согрешений, душу очисти, освети мысли, колени утверди с костями вместе, просвети петь главных чувств, всего меня пригвозди, страха пред Тобою. Всегда защищай, охраняй, береги меня от всякого вредного для души, дела и слова, очищай, умывай, устрояй меня, украшай, образумляй, просвещай меня. Леви меня Твоей обителью единого Духа, и уже не обителью греха, что вы бежали от меня по принятии и причастия всяких злодей, всякая страсть, как от дома Твоего, как от огня, ходатаями за себя Тебе представляю всех святых, начальников воинов бесплотных, предтечу Твоего мудрых апостолов, и сверх их, мою непорочную чистую Матерь, прими их молитвой, милосердный Христос Мой, и Сыном Света, садилай Твоего служителя, ибо Ты единый, благое освящение, а также сияние душ наших, и Тебе, как подобает Богу и владыке, всем и славу высылаем каждый день. Тело Твое Святое, Господь Иисус Христос, Бог наш, да будет мне в жизнь вечную кровь Твоя драгоценная в прощении грехов, да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое сподобие меня, грешника, стать справа от славы Твоей, походотайством всечистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица, Богородица, свет помраченная моей души, надежда покров, прибежащая утешение, радость моя, благодарю Тебя, что Ты сподобил мне недостойного стать причастником для чистого тела и драгоценной крови Сына Твоего, но родившая истинный свет, просвети духовные очи сердца моего, источник бессмертия, родившая, оживи меня умиршленного грехом, милостивого Бога, любящего, милосердия Матери, помилуй меня и дай мне уминение и сокрушение в сердце моем, несмирение в мыслях моих и призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой и удостой меня до последнего моего вздоха, не в осуждение принимать святыню при чистых тайн, но во исцеление души и тела и подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя во все дни жизни моей, ибо Ты благословенна и прославлена вовеки. Аминь. Ныне отпущайся раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яковидис того, чем мои спасения Твое, ежесио готово предлицем всех людей свет во откровении языков и славы людей Твоих Израиля. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие...